Я приветствую всех участников, пришедших на сегодняшний вебинар. Он будет посвящен... Вебинар, имея технический характер, будет посвящен дополнительному регламенту, направленному на изменение формата, то есть на проведение заключительного этапа в дистанционном формате. Ключевым документом, на котором мы сегодня будем основываться, является регламент Олимпиады, дополнительный регламент Олимпиады «Я профессионал». Соответственно, заходите на главную страницу и можете его найти по вкладке «Заключительный этап» или ставите до раздела «Теплоэнергетика и теплотехника». Дополнение к регламенту. Здесь у вас приведен, соответственно, файл с данным регламентом. Из ключевого. В связи с известными событиями в прошлую субботу было принято решение о проведении заключительного этапа в дистанционном формате. Соответственно, по структуре заданий никаких изменений внесено не было. И регламент, в первую очередь, отражает техническую составляющую процедуры проведения. Соответственно, что сюда включается? Олимпиада будет проходить в течение 3 часов 55 минут. При этом дополнительно дается 10 минут на отправку заданий. И требуется подключаться к вебинару для проведения Олимпиады заранее. Желательно за полчаса для того, чтобы мы без спешки успели провести процедуру и идентификации всех участников. Поэтому рассчитывайте, что вам потребуется порядка 5 часов на всю процедуру. То есть начинаем за полчаса и заканчиваем примерно на 10 минут позже, чем 4 часа. Задания вам будут предоставлены на платформе Яндекс.Контест. То есть так же, как и в первом этапе, заходите в раздел соревнований, заключительный этап. Там у вас появится ссылка на задание. Возможно, она уже сейчас у вас есть, но ключ к ней вам будет предоставлен только в момент начала соревнований. То есть начало соревнований будет отмечаться с момента выдачи вам ключа пароля к файлам. Для участия в Олимпиаде вам необходимо будет приготовить первое технические средства. В частности, как минимум одно устройство с цветной веб-камерой, персональный компьютер, встроенные или выносные динамики микрофон или варнитуры. Это связано с тем, что в ходе проведения Олимпиады мы, как организаторы, будем обращаться к участникам. Поэтому у вас должны быть средства для обратной связи. Также в начале Олимпиады мы с вами будем проводить идентификацию. То есть вам необходимо будет объявить документ, на котором достаточно бы четко было видно ваше лицо. И путем сопоставления этих данных мы будем идентифицировать каждого из участников. Помимо этого, также необходимо будет установить веб-камеру. Требования к установке веб-камеры прописаны здесь. Классический пример – это ноутбук со встроенной гарнитурой подойдет. Соответственно, в качестве примера расположения веб-камеры описано здесь. Вот вы можете видеть запись меня сейчас. То есть видно лицо, видны руки и видна часть рабочего стола. Ну, понятно, что в идеале, если бы камера была где-то выше и смотрела, но в отсутствие данных, то есть даже то, что мы сейчас делаем, это приемлемый вариант. Для тех из вас, у кого камера будет есть только на ноутбуке, то предпочтение следует отдать ее в таком расположении, чтобы видно было ваше рабочее место. То есть мы по лицу вас идентифицируем и потом в ходе выполнения работы мы будем наблюдать за вашим рабочим местом в первую очередь. Также не отключайте звук, не отключайте гарнитуру. В любой момент мы можем обратиться к участникам в случае возникновения каких-то сомнений, вопросов и уточнений. И, собственно, наоборот, если у кого-то из вас появятся вопросы, то вы можете обратиться к организаторам. Участие в Олимпиаде будет реализовано с помощью платформы Zoom по предоставленной ссылке. Соответственно, при входе в Zoom вы будете распределены на сессионные залы. В каждом зале будет находиться порядка, мы планировали порядка 8-10 участников, и на 8-10 участников будет один наблюдающий. Соответственно, все вопросы направлять к нему. В случае, если у вас, например, нет устройства, то есть нет веб-камеры, либо ноутбук не оборудован ей, либо там веб-камера как-то совсем неудачно расположена, то допустимо использование в качестве второго устройства мобильного телефона с подключением к интернету. Однако сразу предостерегаю, что мобильные телефоны, устройства подвержены потенциально разрядке, и 4 часа в режиме видеотрансляции не каждый из них выдержит. Поэтому, если вы используете такое решение, обеспечьте его своевременную зарядку. Ну, а также проконтролируйте, чтобы он был подключен к Wi-Fi, потому что мобильный трафик на таком виде деятельности потребляется достаточно сильно и может в самый неподходящий момент закончиться. С точки зрения организационных вопросов, что еще? Помимо этого, у вас приведен перечень средств, которые допустимо использовать и иметь на рабочем столе. Они в себя включают документ для удостоверения личности, белая бумага для ответов и бумага для черновиков, канцелярские принадлежности, ручки с чернилами синего или черного цвета линейка, инженерный калькулятор, питьевая вода, шоколад и очки. В начальный момент времени при регистрации организаторы будут просить более детально показать рабочий стол. То есть, например, сейчас у меня стол не виден и будьте готовы, что в момент регистрации вам придется свое рабочее место показать более детально. Для того, чтобы мы убедились, что у вас не присутствует лишних вещей на рабочем столе. На вашем компьютере вам разрешено пользоваться только калькулятором, встроенным калькулятором Windows в инженерной раскладке, или таблицами воды и водяного пара электронными. А в качестве электронных таблиц воды и водяного пара может быть использовано что угодно. То есть, если у вас есть доступ, например, к WaterStim Pro, пожалуйста, можете использовать ее. Если есть доступ к каким-то другим программным продуктам, пожалуйста. При этом обращаю внимание, что программный продукт для определения свойств воды и водяного пара должен быть представлен именно в виде электронных таблиц. То есть, это должны быть просто программа, которая выдает вам параметры. Я знаю, сейчас на рынке присутствуют программы, которые позволяют проводить базовые расчеты, то есть, например, расчеты процесса расширения паров турбины. Такие программные продукты недопустимы. Убедитесь, что вы используете корректное ПО. Помимо калькулятора и электронных таблиц, вам разрешено пользоваться браузером, но только для доступа к площадке Яндекс.Контест и получения заданий. Больше пользоваться ничем нельзя. Если будет обнаружено несанкционированное использование каким-то прочим ПО, то вы будете автоматически дисквалифицированы. Запись ведется на протяжении всего времени выполнения задания, поэтому даже если вас организатор не заметил постфактум, вы также можете быть дисквалифицированы. Поэтому я очень прошу всех, пожалуйста, даже не пробуйте. Оно того не стоит. Также хотел обратить внимание на возможные предустановленные программы, то есть какие-нибудь сообщения антивируса, какой-нибудь чат ВКонтакте вылазащий, еще какой-нибудь мессенджер, там дискорд у кого-то всплывает и так далее. Убедитесь, что все фоновые программы у вас отключены. Потому что мы будем стараться смотреть по сути, и, условно говоря, за сообщения антивируса мы не будем вас дисквалифицировать. Но если, не дай бог, у вас всплывет какое-то сообщение от друга, где будет хоть каким-то образом намек на задание, на подсказку, вы также будете дисквалифицированы. Поэтому убедитесь, что у вас ничего такого в данный момент на компьютере запущено не будет. Был отдельно уточняющий вопрос по поводу инженерного калькулятора. Если кому-то из вас удобнее пользоваться инженерным калькулятором физическим, то есть не электронным на компьютере, а физическим на столе, пожалуйста, это разрешено. Опять-таки убедитесь, что ваш калькулятор не имеет функции программирования высокого порядка. То есть что у вас он не поддерживает установку пользовательских функций и не поддерживает базовые какие-то программы. То есть ключевая является установка пользовательских функций. Если в инженерном калькуляторе можете задать функцию, я не знаю, какой-нибудь там танкинс от логарифма одной кнопкой, то он уже запрещен. Но я не думаю, что такие проблемы возникнут. Стандартные инженерные калькуляторы у нас разрешены. Что еще из важного? Ну, также чисто технический вопрос. Заранее убедитесь, что у вас присутствует в достаточном количестве чернила ручка, чтобы у вас ручка в самый ответственный момент не кончилась. И убедительная просьба. Я встречаюсь со студентами, которые активно пользуются карандашом для написания ответов, работы и так далее. Мы это не приветствуем, поскольку при фотографировании, при обработке, то есть карандаш очень плохо видно, во-первых, на фотографиях на сканах, и во-вторых, его легко стереть неаккуратным движением руки. Поэтому убедительная просьба карандашом пользоваться, если вам это нужно только в черновиках. То есть карандаш в финальных ответах, в ответах, которые вы высылаете по результатам выполнения заданий, он недопустим. То есть его будет плохо видно, и это создает потенциальные проблемы для проверки, а в случае наличия карандаша все сомнения будут толковаться не в вашу пользу. Поэтому убедитесь, что вы все делаете корректно. Что еще из парковопросов? Ну, по регламенту еще раз давайте пробежимся. Вы за полчаса до времени начала Олимпиады, до 10 часов утра по Москве, то есть полдесятого по Москве, вы подключаетесь по предоставленной ссылке в Zoom, запускаете демонстрацию вашего экрана, настраиваете камеру либо на вашем устройстве, либо в виде отдельного устройства, там телефона, ноутбука, еще какого-нибудь. После этого переименовываете себя в соответствии с требованиями, то есть ваше имя должно соответствовать приведенному стандарту. Фамилия, имя, отчество, запятая, теплоэнергетика. Ну, в настоящий момент я даже сейчас вижу, что некоторые участники уже сейчас привели имя к стандарту. Ну, вот Лымарев Дмитрий Андреевич, ну, теплоэнергетика, теплотехника лишняя, достаточно было просто теплоэнергетика, но тем не менее это приемлемо. Убедитесь, если вы используете несколько устройств, что каждый из них у вас включено именно, каждый из них назван именно таким образом. При этом, если вы используете несколько устройств, ну, я думаю, кто-то уже сталкивался, кто нет, напоминаю, что возможно создание самоподдерживающегося эха. То есть когда вы говорите на одном устройстве, звук воспроизводится, записывается на другом, с другого воспроизводится и так далее, и вот такое эхо идет. Поэтому если вы запускаете несколько устройств на одном из них обязательно необходимо отключить звук и микрофон. Это важная характеристика. Также вам потребуется запустить на экране демонстрацию вашего рабочего экрана. Обращаю внимание, что использование компьютера с несколькими экранами недопустимо, и часто у студентов возникает недопонимание. Например, когда вы запускаете демонстрацию экрана в Zoom, часто студенты путают и запускают демонстрацию не всего экрана, а только необходимого приложения. Это нас не устраивает, поскольку целью демонстрации экрана является контроль использования несанкционированного программного обеспечения. Поэтому убедитесь, что вы нажали правильную кнопку. При запуске убедитесь, что у вас демонстрируется весь экран. Но опять-таки тут не пугайтесь. Если у вас будут какие-то проблемы, мы на этапе регистрации это с вами уточним и скорректируем. В течение получаса до начала Олимпиады будет произведена идентификация, поэтому не забудьте документ с фотографией. Организатор убедится, что у вас присутствует связь, посмотрит ваше рабочее место, и после этого вы будете ждать до начала Олимпиады. В момент начала Олимпиады вам будет сообщен код, который вы будете использовать для доступа к заданию, после чего начнется отсчет четырех часов. Если по каким-то причинам у вас будет произведена задержка с выдачей кода, то время Олимпиады у вас будет, соответственно, продлено. То есть у вас время будет четыре часа с момента открытия задания. Ну, не четыре, три, пятьдесят пять, с момента открытия задания. Если вам необходимо будет отлучиться по каким-то причинам, перед тем, как выйти, вы должны уведомить об этом организатора и оставить все записи на рабочем столе. То есть уносить с собой что-то не нельзя. Организатор будет отмечать время вашего ухода и возвращения. Именно для этого вам необходимо его уведомлять. Если будут возникать какие-то вопросы, пожалуйста, спрашивайте организаторов. Организатор будет переключаться между вашими экранами и может включать микрофон для того, чтобы послушать, что у вас происходит. В связи с этим просьба соблюдать тишину на рабочем месте. Были вопросы о том, что возможно ли проведение Олимпиады в помещении, где мимо могут проходить люди. То есть на какой-нибудь рабочей комнате, например, в общежитии, либо в библиотеке, где где-нибудь на фоне кто-то может пройти. То есть, в принципе, это допустимо до тех пор, пока это не создает избыточного шума. Тишина на рабочем месте является одним из ключевых требований к вашему рабочему месту. После того, как вы выполнили все задания, после того, как вы закончили оформление ваших ответов, вам будет предоставлено 10 минут на фотографирование либо сканирование ваших ответов и формирование единого архива для предоставления ответов. Поскольку некоторые из вас могут использовать, например, телефоны для качества веб-камеры, то на протяжении этих 10 минут контроль осуществляться не будет. При этом тайминг крайне строгий для того, чтобы никто не воспользовался этим дополнительным временем для получения каких-то консультаций и улучшения своих результатов. Поэтому на данные мероприятия у вас время будет ограничено. Те, кто не успеет, те результаты будут мгновенно аннулированы. Так, вопрос был по поводу всеми функциями встроенного калькулятора Windows. Например, конвертера единиц измерения либо построения графиков. По поводу построения графиков в теории вы можете им пользоваться, но это не будет, не принесет вам каких-то дополнительных преимуществ, поскольку, ну, как удобно. По поводу конвертера единиц измерения. Слушайте, я даже не знал такой функции. Ну-ка, давайте посмотрим. Ну, вот у нас инженерная раскладка, то есть вот чем-то таким вы будете, вам разрешено пользоваться. А преобразователями? Ну, в теории, как бы, раз мы разрешили пользоваться калькулятором, можете, но, опять-таки, можно пользоваться. То есть там это не принесет вам каких-то существенных преимуществ, но, пожалуйста, если для вас это важно. Даниэль, да, то есть если вы закончите раньше, то вы должны будете об этом сообщить организатору. Организатор ставит метку и после момента оставления метки начинается ваши 10 минут на загрузку работы. Поэтому можете использовать таким образом. Так, по поводу печати заданий с графиками. Нет, печатать задания не нужно. У вас задания все будут в электронном виде на вашем экране. Если у вас будут какие-то задания с графиками, то, в общем, у вас таких заданий, которые потребовали бы распечатанных графиков и начертаний, они у вас будут отсутствовать. То есть что-то графически определяют, что вы там должны перерисовать с экрана и потом у себя там до пересечения построить, такого не будет. То есть печатать задания не нужно. Еще что-нибудь, ребят, давайте хорошие вопросы задавайте, пожалуйста. Также хорошо, что напомнили. Финальное задание получат только те, кто зарегистрируется и пройдет идентификацию личности в Zoom в момент организации. То есть тех, кого в Zoom не будут, те ни доступа, ни возможности участвовать в Олимпиаде не получат. Если кто-то, например, не успел зарегистрироваться для очного формата, но хочет попробовать поучаствовать сейчас, пожалуйста, для таких участников ограничений не будет. Таблицы, свойства, воздуха и продуктов сгорания использовать нельзя. Они вам в нынешней версии Олимпиады не пригодятся. То есть используются только таблицы воды и водяного пара. Николай Витальевич, некоторое уточнение. Там форма ID, которую надо загрузить, вручную заполнить и загрузить. Она, очевидно, сейчас доступна. Давайте так скажем, что все, кто столкнулся с проблемой, но кто-то не получил ответа, что допущен после размещения этой формы, сразу пишут нам. Есть почта. Пусть пишут там и три e-mail расположена. Антон, собака.тепу, Савод, собака.тепу, Мартышев, собака.тепу. На любой адресов пусть пишут, что у меня проблема с тем, что ID форма не подкрепилась, не получила ответа или еще что-то. Но ее нужно скачать и заполнить. Если будет какое-то препятствие, значит, надо через нас связываться. Потому что это обязательно. У нас в регламенте там было прописано. Это требования ассоциаций, не наши. Вернее, при входе на Яндекс.Контест можете их не пропустить, если вот это не заполнить форму. Ну, я так понимаю, раз она вручную заполняется, потом ее потом можно с канта сделать обычный смартфон. Хорошо. Также, ребята, вот хотел бы обратить внимание на пункт 2.12. Убедительная просьба, не подписывайте свои листочки фамилии, только указывайте фамилии, айди и так далее. То есть, мы самостоятельно зашифруем ваши ответы для слепой проверки. Константин Витальевич, ты сказал, указывайте фамилию? Нет, нет, нет. Не указывайте. Не указывайте ни фамилии, ни айди, ни каких-то пометок, ни там указаний в вузы и так далее. Никаких данных, позволяющих вас идентифицировать лично, на листочке быть не должно. Опять-таки, если у вас какие-то из этих данных будут присутствовать на листке, ваше задание будет скорректировано для того, чтобы удалить эти данные. То есть, например, где-то фамилия, вот у вас лист будет по этой фамилии обрезан и часть вашего ответа будет исключена из рассмотрения. Поэтому никаких отметок, пометок, фамилии, айди и так далее. Все это будет делаться уже дальше самостоятельно нами, без вашего участия. Вы заполняете только пустые листы ответами. Также просьба стараться делать записи максимально разборчивыми. Я прекрасно понимаю, что в горячке соревнований это иногда бывает сделать тяжело, следить за оформлением, но тем не менее постарайтесь, чтобы они как минимум были различимыми. АШС-диаграммы для определения свойств воды и водяного пара и построения процессов использовать нельзя. Только электронные таблицы воды и водяного пара. Диаграммы не требуются. Задание сформулировано таким образом, чтобы использование АШС-диаграммы у вас было необязательным для ее выполнения. Просто воду то вы там и не найдете. Ну, тем более, да. А для пара вы требуете. То есть, ребята, у нас задания сформулированы и таким образом для этого и была взята пауза, для того, чтобы вот предотвратить вот такие моменты, для того, чтобы не было столкновений, не было конфликтов и не было была возможность полноценного дистанционной реализации заданий. По поводу баллов для степени призера баллы выбираются исходя из количества участников и общей успеваемости. То есть, примерно как в ЕГЭ. Если в этом году все написали хорошо, балл призера чуть побольше. Если плохо, чуть поменьше. Можете посмотреть баллы прошлых лет, то есть, они, в принципе, являются достаточно релевантными и примерно оценить каких-то конкретных строгих порога, откуда начинается призер, откуда победитель, я вам дать не могу. Реф-проб в качестве калькулятора свойств воды и водяного пара. Если вы используете реф-проб в качестве отдельного приложения, да, можно. Если вы используете в качестве расширения маткада, экселя, матлаба, какой-то другой среды программирования, то нельзя. То есть, вам нужно пользоваться только калькулятором свойств. Какие-то расчетные пакеты, программы запрещены. демоверсия демоверсия останется прежней, поскольку изменения носят, так сказать, quality of life характер. То есть, они принципиально по сути и части задания не изменились. Они были чуть-чуть адаптированы для того, чтобы не пришлось ничего рисовать на самой бумаге, что может вызвать провинциальные проблемы при дистанционном проведении Олимпиады. То есть, по сутевой части задания, если вы нынешнюю демоверсию понимаете, знаете, как решать, то и с заключительным этапом, заданиями заключительного этапа у вас никаких проблем не возникнет. отсканировать можно на чем вам удобно. Единственное, убедитесь, что вам хватит времени. Мы вообще изначально проектировали и давали время на высылку, исходя из того, что вы сфотографируете на телефон, сформируете архив и прикрепите его к файлу ответов. Убедитесь в качестве. И убедитесь в качестве. Если вы можете использовать МФУ, пожалуйста, это не запрещено. Но, опять-таки, МФУ во время выполнения заданий используется запрещено. Да, участник предоставляет и демонстрацию экрана, на котором открыто задание открыт калькулятор свойств воды и водяного пара, калькулятор Windows, если нужно. И при этом параллельно демонстрирует с камеры свое рабочее место и себя. То есть, по сути, от вас минимум две картинки, но если у кого-то нет возможности с одного устройства, например, нет ноутбуки веб-камеры и нет возможности ее подключить, то вы можете в качестве камеры использовать дополнительное устройство, которое располагается где-то сбоку и транслирует видео в вас выполняющего работы. Инженерный калькулятор с возможностью решения... Да, любые программируемые инженерные калькуляторы, которые используют какие-то численные функции, метод Ньютона и так далее, все это запрещено. То есть разрешены только калькуляторы, позволяющие реализовывать простейшие последовательные вычисления. Все преобразования вы должны делать сами. Численное решение каких-то уравнений недопустимо. То есть мы специально проектируем задание таким образом, чтобы вы могли получить практически во всех случаях аналитическое решение. Да, повторюсь, файлы необходимо архивировать. То есть у вас будет только одно окошко для предоставления ответов, то есть одна ячейка. В эту ячейку загружается архив с вашими ответами. Убедитесь, что вы туда все приложили, убедитесь, что архив заархивирован стандартным методом, то есть zip либо 7z, то есть это не какой-нибудь специфичный формат архивирования Linux, который недоступен на обычных компьютерах. Так, что у нас еще? По поводу названия архива на самом деле строгих требований нету, то есть вы можете его назвать либо фамилией, либо номером ID, то есть все равно мы ваши ответы будем выгружать из вашего личного кабинета, и человек, который выгружает файл, он будет видеть, где чей архив. Другой вопрос, что перед тем, как передавать непосредственно нам на проверку, этот технический специалист будет у себя зашифровывать эти ответы и ставить свои технические метки. Именно поэтому так важно, чтобы не было никаких пометок на ваших исходных заданиях. они будут зашифрованы уже на следующем этапе, перед тем, как попадут ко мне и к моим коллегам на проверку. То есть название, главное там ничего вульгарного. Так, титульный лист с указанием FIO и направлением. Александра Михайловна, я этот момент забыл, у нас в очном формате он был, здесь у нас, по-моему, мы от него отказались, насколько я помню. Да, здесь не было требования заполнения цифрного листа ввиду того, что это действительно будет сразу архив. И там идентификация, он для чего был нужен, чтобы как раз направление и фамилию идентифицировать и зашифровать потом там, если присваивается шифр на цифрном листе. А здесь требований не было и очевидно мы можем обойти и сократить несколько временно формальные вот эти действия на подписание и так далее. Все возложить действительно на технического работника, который шифр на слышит для тем. Это будет в виде папок очевидно. Папки будут на себя сутки не касаем по себе или не нужно получиться. Да, то есть резюмируя титульного листа у нас не будет. То есть он изначально нужен был для связи вашей безымянной работы с вами, а сейчас эта связь будет организована посредством площадки Яндекс.Контест. Соответственно необходимость в титульном листе у нас отсутствует. В целом требования достаточно стандартные. Те ветераны, кто с нами не первый год и застал ковидные времена наверное узнают основную часть требований. Вряд ли они будут сюрпризом для кого-либо. также идеальным местом выполнения если нет возможности по месту проживания организовать было бы конечно это зал библиотеки либо какое-либо помещение университета. Поэтому если ваш вуз предоставляет какие-либо такие там например какой-нибудь каворкинг если там соответствующая атмосфера может быть подходящим местом для участия в подобном мероприятии. Что еще из важного? Так коллеги еще какие-нибудь вопросы по процедуре по заданию? Ну вот еще раз может быть сказать что при разместовении любых каких-то ситуаций нестандартных до начала состязания обращаться то есть не надо отказываться от проведения что-то не получилось при создании размещения этого адреса и так далее или какие-то еще могли быть изменения обращаться с организатором то есть нам тем чтобы перед в течение этой недели есть время еще для того чтобы дать возможность им поучаствовать проявить себя поэтому желаем да желаем хорошего настроя несмотря на то что сбили нас конечно в пяти которые мы уже вышли на финишную прямую но надо собраться и проявить свою подготовку здесь показать александр михайловна тут еще вопрос поступил можно ли сканировать работу при помощи программе на телефоне да ребят нам без разницы можете фотографировать можете сканировать главное чтобы эта программа не предоставляла никаких дополнительных функций то есть для того чтобы она там например не переводила либо там не добавляла ничего никаких метод то есть просто это должен быть идентично сканированной либо фотографированной работе с помощью какого по здесь выбор за вами мы никаких ограничений не накладываем ну и так же просьба там у нас было в прошлых годах сейчас на телефонах есть функция живых фотографий где там двигающиеся и там когда студент высылает фотографию она у него дорожить немного ну в этом ничего страшного нету поэтому не бойтесь если у вас получили живые фотографии высылайте живые мы разберемся ладно я думаю на этом будем заканчивать если у кого-то еще возникнут вопросы как Александр Михайловна только что помянула мы всех активно приглашаем задать эти вопросы по указанным в регламенте и на странице нашего направления контактным адресам электронной почты мы ждем всех на заключительном этапе и искренне надеемся на то что вы в полной мере продемонстрируете свои знания а запись разместим вебинар инструктажа разместим на да то есть запись после того как мы с вами закончим вебинар запись мной будет предоставлена организаторам платформы они ее я так понимаю загружают на ютуб и после этого предоставляют ссылку на него ссылку на него на страницу своего мероприятия так что это будет как-то так реализован я надеюсь что это будет реализовано в ближайшее время и вы уже в начале недели сможете те кто не успел посмотреть смогут посмотреть а те кто что-то прослушал смогут пересмотреть для уточнения хорошо тогда на этом мы заканчиваем всем удачи до свидания до свидания до свидания Продолжение следует...